Я вас категорически приветствую, с вами Грюр. 21 сентября состоялась первая демонстрация 10 сезона, в рамках которой показали главные новинки сезона, гильдии, новое путешествие и ПВЕ режим безопасные моря. В ролике я расскажу вам обо всем, что известно на данный момент о новинках, а также поделюсь своими впечатлениями и реакцией сообщества на данное обновление. Начнем по порядку. 10 сезон выйдет в срок 19 октября, в нем нас встретит главная причина переноса сезона, новая социальная функция, гильдии. Гильдии это новый социальный элемент, в который объединяются пираты под общим именем с общими целями. В каждую гильдию может вступить до 24 пиратов, а каждый пират может состоять в 3 гильдиях единовременно. Гильдия создается в несколько этапов, выбор орнамента, баннера, цветов, девиза и название гильдии. В гильдию можно и нужно передавать ваши капитанские корабли. Один корабль не может состоять в нескольких гильдиях одновременно. На стройках гильдии вы можете дать разрешение плавать как капитан другим экипажам. У игроков появляется возможность прокачивать ваш корабль, пока вы отсутствуете в игре. В гильдии вы или ваши сегильдийцы смогут подключаться к вашей или к дружественной сессии без приглашения, конечно если включена настройка для этого. Гильдии также работают как фракции и им можно повышать уровни. Плавая на капитанском корабле под знаменами гильдии и продавая сокровища, вы сможете прокачивать гильдийский уровень. Максимальный уровень гильдии 100, однако на каждом сотом уровне вы получаете знак отличия, как престиж какой-нибудь Call of Duty и тем самым фракция прокачивается заново. Знаков отличия 10, поэтому максимальный уровень гильдии будет примерно 1000 на 1000 на 1. Пока это вся информация по гильдиям, но разработчики рассказали еще не все о них. Следите за информацией в нашем дискорде, новые детали будем указывать там. Днем ранее анонсировали вторую функцию, которая появится в 10 сезоне. Это разноцветные грибные лодки, которые можно будет встретить в открытом море. Казалось бы, новости не стоят внимания, но заголовок обманывает сам себя. Лодку можно сохранить на капитанском корабле, пришвартовав ее. Покинув сессию, в следующей сессии вы обнаружите ее целой и с теми же возможностями. Например, брали лодку с карпуном, она же будет вас ждать в следующей сессии. Припасов в лодке не будет в новой сессии, поэтому абузов никаких не будет. Переходим к обновлению ноября. В ноябре по планам должен был выходить 11 сезон. И по факту все его функции реализовали и выпустили бонусом к 10 сезону. В ноябре мы увидим новое путешествие «Череп песни сирен». Данное путешествие должно мотивировать игроков к открытым пвп-стычкам. На матче корабля вы и все другие экипажи сервера сможете обнаружить таинственную записку. Согласившись на задание, вы получите две карты с метками, ведущие к сундуку и к ключу. После того, как экипаж найдет одно из сокровищ, карта у других экипажа пропадает, а в небе появится луч, также на карте появится метка сокровища. Соединив сундук с ключом, экипаж заполучит «Череп песни сирен», который необходимо передать Брикси, которого будет вас ждать на случайном острове. Но пока «Череп сирен» находится на корабле, он навлекает на корабль проклятие, замедляющее передвижение корабля. Отдав «Череп Брикси», вы завершите квест и получите награду. А в декабре нас ждет нечто особенное, то, о чем дискуссии будут до релиза функций и будут продолжаться даже некоторое время после. Это новый режим, который называется «Безопасные моря». Аля ПВЕ сервер для игроков. Rare рекомендует этот режим для новичков. В этом режиме очень много ограничений, и для желаемого прогресса игроки будут вынуждены играть в открытых сессиях. В этом режиме игры может быть всего лишь один ваш экипаж. Получаемое золото и репутация снижены на 70% от основного режима. Прокачка торговых кампаний также ограничена до 40 уровня. Соответственно, вы не сможете стать легендарным пиратом. Сокровища Афины и Костижница также недоступны для прокачки и выполнения заданий, а их функционал полностью отключен. Недоступны и имя Сарства, Капитанства, Гильдии, ПВП-режим Битвы за Сиофиз и квест Черепа Песни Сирен. Также Майк Чапман подтвердил, что Форт Фортуны и Форт Проклятых также не будут доступны в этом режиме. Хлайв-события, такие как выходные золота и славы, выходные сообщества и прочие, также будут недоступны. Вы можете выполнять Telltales одни или с друзьями. Доступны для выполнения все достижения, которые вы можете выполнить без помощи других экипажей. Можно прокачивать журнал пирата с той же скоростью, что и в открытой сессии. Все три обновления вызвали огромные дискуссии и не отходя от безопасных морей мы сразу поговорим о них. Это перечеркивает слова от разработчиков, которые лились из года в год. ПВЕ серверов не будет. ПВЕ серверов не будет. И тут на те, возьмите и распишитесь. Но я скажу, что ПВЕ сервера нужны, и вот почему. В игре очень много казуалов и новичков, которые бросают игру после двух-трех вечеров, потому что не разобрались в игре. Да, тут можно сразу затронуть тему с обучением в игре, которая ничему не учит. Первое плавание содержит примерно 5% информации от всех возможностей игры. Не рассказывает о фракциях, эмиссарстве, мировых событиях и прочее. Но вернемся к ПВЕ серверам. На данных серверах новичкам будет проще освоиться с механиками игры, которые представлены в игре. Но все равно не дают полной картины, которую они смогут увидеть в открытом море. Я бы еще жестче сделал ограничение для безопасных морей, снизить получаемое золото в 2-3 раза до 10-15% и ограничить также уровни до 25-го. Более того, я бы убрал нерфы мировых ивентов, которые добавили в 9 сезоне. Зачем и так легкие ивенты в безопасных морях испытывать в обычной сессии? Прокачайте агрессию со стороны ПВЕ активностей, урон, здоровье, активность противников. Этого не хватает игре, особенно не будет хватать после декабря. Чапман Титри рассказал, что игрока практически невозможно обучить ПВП и думает, что безопасные моря позволят это сделать. Но это далеко не так. ПВП это практика, ошибки и выводы из ошибок. Но что говорит сообщество? Фази Бонд выдал интересную позицию. Если в здании 1000 игроков, 900 из них казуалы, а остальные ПВП, то у вас есть 10% шанс, что вы встретите ПВП игрока. Но если вы отведете 900 игроков в безопасную зону, то зайдя в игру обратно, вы встретите со 100% вероятностью ПВП игрока. Безопасные моря хороши для игры и они привнесут больше ПВП. Также он высказался о своих положениях по максимальным уровням. В его словах также может быть правда, так как шанс получить ответный бой в море действительно может повыситься. Тепсот также не против увидеть ПВЕ сервера, прикрепив один из роликов в твиттере времен начала 8 сезона, намекая, что может люди чему-то научатся в игре. Продолжение следует... Блюрпс в своем ролике высказался в негативном ключе о PvE серверах. Казуалы, которые играют в безопасных морях, будут находиться только там, терпеть все ограничения, а после ливать из игры, так как им просто надоест. А в открытые моря они и не сунутся ногой. Ссылка на его ролик в описании. Есть комментарии и от довольных родителей, которые теперь смогут играть со своими детьми или оставлять их одних в море, не натыкаясь на PvP стычки и просто весело проводить время. А что же говорят про квест с черепом сирен? В основном положительные комментарии, но с опасениями, что задания потеряют свою актуальность после выполнения всех достижений, так как игроки просто перестанут брать это задание и снова в небе на один луч станет бесполезнее. Череп сирен является рекалором черепа пепельного ветра. Его также можно использовать как огнемет. Вопрос, будет ли снижаться его стоимость при использовании. Гильдии же встретили у фасного прохладно, в основном игроки не видят на данный момент от них пользы. Да, у гильдии есть своя косметика, которая открывается, когда вы прокачаетесь с ней, но больше ничего они предложить не могут. Какой смысл от гильдии, если нет общего чата? Что будет отображаться в хрониках гильдии? Будет лишь там что-то интересное? Зачем нам гильдии, если нет возможности играть в одной сессии или нет хаба, в котором все могут проводить время единовременно? В целом, такова реакция сообщества на данное новшество. С гильдиями и черепом сирен у меня такое же отношение, как и сообщество. Единственное, что я бы добавил, это то, что на мой взгляд гильдии очень поздно водятся в игру. Это хорошее нововведение, но слишком поздно, и есть куча вопросов, которые я озвучил ранее. В презентационном ролике ничего не было сказано об античете, но и я не ждал информации о нем. Однако Майк Чапман прокомментировал, что информация об античете появится в следующем в SodNews. А что вы думаете насчет обновления? Я жду вашего завершенного мнения. Пишите в комментарии, с удовольствием почитаю. А на этом у меня все. Увидимся скоро. До новых встреч.